Андрей Колесников, «Знание сжато». Расскажу о книге «Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью». Автор Андрей Курпаков. Это уникальное практическое пособие по психотерапии, проверенное время. Книга содержит в себе 12 глав, 12 шагов к душевному здоровью. Подробное описание психических механизмов, приводящих к стрессу и конкретные упражнения для борьбы с ним. Как справиться с беспокойством и депрессией. Как перестать переживать на пустом месте и снять напряжение. Как научиться жить с чувством радости и внутренней гармонии. Все это описано в книге «Счастлив по собственному желанию». Эту книгу Андрей Курпатов написал в первую очередь для тех, кто страдает от психических проблем, кто не понаслышке знает, что такое невроз, и как сложно бывает привести пошатнувшееся душевное здоровье в норму после стресса. Но она будет полезна каждому человеку. Мы должны признать у себя существование психологических проблем. А раз психологические проблемы и стрессы – это реалии современной жизни, нужно знать, как к этим справляться. Курпатов написал книгу «Счастлив по собственному желанию» по просьбе своих пациентов. Но на самом деле ни один человек не в силах избежать стресса. Полмиллиона читателей уже воспользовались этими конкретными и эффективными рекомендациями. Книга Курпатова поможет разглядеть проблему, понять механизмы возникновения неврозов и навсегда распрощаться с ними. Для этого автор дает несколько вполне понятных техник. С частью проблем можно справиться самостоятельно. Три причины познакомиться с обзором. Понять механизмы возникновения неврозов и перестать копить эмоции в своем теле. Перестать строить ужасные прогнозы и начать планировать и действовать, продолжая верить в хорошее. И выйти из тупиковых ситуаций, заведомо незавершенное, и изменить свое отношение к прошлому. Десять главных мыслей обзора. Живите здесь и сейчас. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Есть только настоящее. Будущее полностью зависит от настоящего. Каково настоящее, таком будет и будущее. Закройте незавершенные ситуации в прошлом. Примите свое прошлое. Закройте незавершенные ситуации в настоящем. Соскочите с лезвия настоящего. Откажитесь от прогнозов. У меня, например, не получится. Делайте то, что от вас зависит. Не требуйте от жизни исполнения желаний. Пусть она радует вас сверх ожиданий. Избегайте требований в отношении с другими. Не оценивайте и не судите. Не будьте категоричны. Не поддавайтесь на провокации. Уныньте сделать паузу в мысле. Станьте хозяином своей жизни. Возьмите ответственность на себя. Однажды к Курпатову обратился молодой человек. Увидев, как пожилому мужчине стало плохо в метро, он сам стал бояться таких приступов. Оказываясь в подземке, он все время испытывал страх. Сейчас он потеряет сознание, вокруг него соберется толпа. Проблема была преимущественно в том, что приступ случится на глазах у незнакомых людей. «Что обо мне подумают? Это так неудобно!» Эти мысли одолевали молодого человека. Спустя несколько сеансов парень решился пойти в наступление. Для начала он намеренно упал на улицу. Событие не звало никакого переполоха. Молодой человек пришел к выводу. Нечего бояться публичности, поскольку остальные боятся оказаться публикой. Так он разрешил себе оказаться в центре внимания прохожих. Оставалась еще одна менее значительная проблема – страх самого приступа. С ним он справился тем же способом, разрешив себе пережить этот сердечный приступ. Он приглашал его в свою жизнь с завидной регулярностью. Пусть у меня сегодня случится 20 приступов, но их не было. Так он полностью справился с проблемой. И вот в чем отличие книги «Счастлив по собственному желанию». Это «12 шагов к душевному здоровью». От других книга отличается тем, что именно практическая составляющая. Автор предлагает понятные техники и практики, которые позволяют расстаться с тревогой, страхами, принять прошлое, перестать беспокоиться о будущем, начать жить счастливо здесь и сейчас. Итак, шаг первый. Как научиться расслабляться? Испытывая отрицательные эмоции и не давая им выхода, мы запираем напряжение, боль, тревогу, агрессию и обиду внутри. Вместо того, чтобы реализовывать наши эмоции естественным образом, бегством, борьбой, слезами, смехом, мы отсылаем их в свои же собственные мышцы, где они и оседают, как золото на счетах в Суицарской банке. Часто эмоции, не получив выхода, заперты в мышцах эмоции. Рекомендуется набор упражнений, цель которых максимально напрячь мышцы, после чего они вновь научатся расслабляться. То есть мышцы рук и плечевого пояса. Крепко сожмите руки в кулак, размести большой палец вверх, закройте глаза, мысленно сосчитайте до 10. Потом расслабьтесь. Выполните упражнение еще раз, согнув руку в лучезапясном суставе, где рука переходит в кисть. Это добавит напряжение на предплечье. Мышцы плеча и груди. Выполните все вышеописанные еще раз, разведя руки в стороны, согнув их в лохтях и добивших максимального напряжения. Мышцы лопаток. Чтобы напрячь эту группу мышц, максимально сведите лопатки вместе и опустите их вниз. Сосчитайте от 1 до 10. Расслабьтесь. Повторите упражнение, добавив все предыдущие. Мышцы лица. Мысленно разделите лицо на три части. Верхнюю, лоб и брови, среднюю, глаза и нос, и нижнюю, челюсть, губы, сколы. Напрягите каждую из частей лица по очереди. Чтобы напрячь лоб, нужно как можно выше поднять брови. Чтобы напрячь глаза и нос, зажмитесь и сведите зрачки, переносицы. Чтобы напрячь нос, нужно наморщить. И, наконец, нижняя часть лица. Сожмите челюсти, оскальтесь и улыбнитесь изо всех сил. Выполните упражнение со всеми частями лица одновременно. Поскольку жмуриться и поднимать брови вверх одновременно не получится, то жмурьтесь и помогайте себе, вспоминая ощущение напряжения. Сразу может не получиться. Повторяйте столько раз, сколько понадобится для успешного выполнения задания. Шея. Опустите голову на грудь, потом запрокиньте назад. Запомните ощущение напряжения в шее в обоих случаях. Наклоните голову вперед так, что как будто она упирается во что-то. Напряжение должно возникать и спереди, и сзади. Сочетайте до 10, после чего напрягите мышцы и шеи, и лица. Выполните 3-4 раза все упражнения одновременно, добиваясь максимального напряжения. После расслабьтесь, совершив 2-3 глубоких вдох. Мышцы брюшного пресса. Одновременно напрягите живот, ягодицы и промежность. Можно это сделать, сидя на стуле. Сосчитайте до 10, потом расслабьте. Повторите это несколько раз. Ноги. Чтобы напрячь стопы, согните пальцы ног. Далее, сидя на стуле, согните стопы, поднимите их вверх, создавая напряжение в голени. Сидите носки, разведите пятки. Пальцы ног согнуты. Бедра и ягодицы. Напрягите ягодицы, покачивая вперед-влево. Натяните ноги вперед. Добавьте упражнения по напряжению ног, а после на напряжение мышц брюшного пресса, ягодиц и промежность. И, наконец, напрягите все тело целиком. Идите не от большого напряжения к меньшему, а от большого к еще большему. Это должно быть восхождением, а не нисхождением. Иначе тело просто не захочет расслабиться. Ваша задача довести напряжение в мышцах до возможного максимума. Только после этого оно вновь научится расслабляться. То есть цель не напряжение как таковое, а следующее за ним расслабление. Возможно, не все мышцы будут одинаково легко напрячь и расслабить. Чем больше они хранят спрятанных эмоций и состояний, тем труднее дадутся упражнения. Тем, кто часто тревожится, рекомендуется уделить больше внимания плечам, мышцам, ногам. Подавленные агрессия и раздражение оседают в скулах, руках, мышцах спины. Если какие-то мышцы не хотят напрягаться и расслабляться, просто работаем с ними дольше. Если все сделано правильно, и вам удалось полноценно расслабиться, то за расслаблением последует глубокий выдох. Самопроизвольный. А тело примет такую позицию. Голова уходит назад, плечи в стороны и вниз, руки в стороны, живот и таз вперед, а ноги при этом раздвигаются. Если это не происходит само собой, полноценно расслабить мышцы не удалось. Начинаем сначала. Чтобы избавиться от хронического напряжения, делать упражнение нужно каждый день по 7-10 раз. Второй шаг. Как начать жить здесь и сейчас? Не построив счастливого сегодня, мы никогда не окажемся в счастливом завтра. Ощущать себя здесь и сейчас можно и нужно научиться, ежедневно выполняя простые упражнения. Зрение. Первое упражнение, которое поможет отпустить мысли о прошлом и будущем, сосредоточиться на текущих ощущениях, касается зрения. Усядьтесь поудобнее и сосредоточьтесь на том, что вы видите, проговаривая. Здесь и сейчас я вижу стол и так далее. Важно проговаривать только то, что вы действительно видите. Не надо говорить, что видите окно, если на него сейчас не смотрят. Важно избегать оценки. Неправильно говорить здесь и сейчас я вижу обшарпанные обои. Просто обои. Или старый стол. Просто стол. Слух. Закрываем глаза. Сосредоточимся на звуках. Проговаривая про себя. Здесь и сейчас я слышу шум проезжающих машин в открытом окне. Важно услышать как можно больше. Буквально все. Хотя бы и собственное дыхание. И звучание тишины вокруг. Как и в случае с предыдущим упражнением, важно не оценивать, а превратиться в слух. Стать слухом. Отдаться власти окружающих звуков. Важно в итоге научиться слышать физические ощущения. Сейчас наша задача почувствовать свое тело. Здесь важно избежать частой ошибки. Неправильное проговаривание ощущений. Здесь и сейчас я чувствую спинку стула. Это неверное проговаривание. Ибо невозможно ощущать что-то вне себя. Правильно здесь и сейчас я чувствую давление в спине. Важно сосредоточиться именно на ощущениях. Тепло, холод, боль, давление. Забыв о знаниях. Например, холодно, потому что дует ветер. Почувствуйте себя. Станьте своим ощущением. Научившись видеть, слушать и чувствовать по отдельности, учим делать это одновременно. Сначала видеть и слышать, потом видеть, слышать и чувствовать. Все эти упражнения помогают освободиться от навязчивых мыслей, годами прокручиваемых в голове. Перейти на новый комфортный уровень общения с окружающим миром и собой. Чем чаще мы находимся здесь и сейчас, тем спокойнее и счастливее становится наше сегодня. От навязчивых мыслей можно и нужно избавиться. Каждый раз, когда вы начинаете думать, я непременно заражусь, например, говорить себе, стоп, это навязчивая мысль, я заменяю ее на здесь и сейчас. И сосредоточьтесь на восприятии окружающих. Со временем навязчивые мысли ведут, уступив место здесь и сейчас. Быть здесь и сейчас, значит просто быть своим ощущением, своим восприятием. Быть здесь и сейчас, значит чувствовать, отдаться на волю того, что есть, того, что реально происходит. Третий шаг. Прогноз и планирование. Нередко каждый из нас выступает как сотрудник метеослужбы. Отталкиваясь от собственных страхов, за день мы строим десятки прогнозов. Я опоздаю, встреча с руководителем не принесет ничего хорошего, я провалю собеседование, ребенок заболеет, меня собьет машина. Поэтому, чем больше внутренних страхов и переживаний, тем больше прогнозов. Что делать? Заменить прогнозы на планирование. Прогноз – это всегда результат и, как правило, неблагоприятный. А план – это действие. Только то, что я буду делать. Только то, что зависит от меня. И глагол «зависит» здесь очень важно. Например, вы нервничаете перед собеседованием. Что можно сделать? Во-первых, отказаться от прогнозов, что ничего не получится. Во-вторых, запланировать пойти на собеседование. Это ведь зависит от вас. Не пойти, а не прийти, потому что от вас уже не зависит, дойдете вы или нет. А именно пойти. Если вы сделаете все, что могли, но что-то не получилось, при чем тут вы? Так уж устроен человек. Чаще его прогнозы оказываются отрицательными. Но бывают и положительные прогнозы. Другими словами, речь идет о завышенных ожиданиях. Когда последние разбиваются о реальность, следом неминуемо наступает разочарование. В любой момент что-то может пойти не так. Яичница подгорит, в магазине не окажется любимой булки. Это, впрочем, не значит, что не надо верить в хорошее. Но делать это надо правильно, без детальных прогнозов. Ведь куда приятнее, когда жизнь радует нас сверх ожиданиям, а не наоборот. Если вместо бесконечного прогнозирования вы будете планировать то, что зависит именно от вас, вы избавитесь от разочарования. Не будете отравлять свое настоящими страхами и сможете противостоять любым проблемам. А как же мечты? Чем они отличаются от прогнозов? Это положительные воспоминания. И они всячески приветствуются. Но только не мечты о модной машине, идеальной жене. Это мечты приравниваются к прогнозам. А мечты построены на истинном желании счастья, любви, самореализации. Мы должны сделать свою мечту частью настоящего. Мы должны верить в мечту, чтобы жить. Четвертый шаг. Как перестать быть маленьким и стать большим? Как мы чувствуем себя, когда боимся? Как выглядит? Сжимаемся в комок, сутулимся, становимся маленькими. А когда находимся в комфортной обстановке, мы расслаблены, занимаем больше места. Например, разваливаемся на диване, становимся большими. А интересно, что правило работает и в обратном направлении. Не только внутренние состояния задают этот пространственный размер, но и наоборот. Положение в пространстве определяет наше внутреннее состояние. И один из способов борьбы со страхом – это развитие навыка становиться большим. Упражнение. На зрение начнем. Начнем с того, что раздвинем горизонты видимых. Лучше место для этого упражнения – улица. Что мы видим, выходя на улицу? Асфальт под ногами прохожих машины. Максимум – окружающих нас дома. Выполняя упражнение, начните с этой же привычной картине. Только смотрите внимательно. Будьте здесь и сейчас. Осмотрев то, что под носом, принимайтесь за большее. Всю улицу, верхние этажи домов, небо. Следующий слух. Тоже отличный инструмент для расширения пространства. Современный человек научился отлично игнорировать окружающие его звуки. Мы реагируем лишь на телефонный звонок, звонок-дверь. Всего остального, как правило, мы не слышим. А ведь как много вокруг нас того, что стоит услышать. Пение птиц, шум листвы, колокольный звон. Умение слышать важно еще и потому, что именно слух, в отличие от зрения, позволяет нам ощущать себя в центре пространства. Закройте глаза, отдайтесь гулу леса, например, и вы окажетесь центром вселенной. Те же навыки, как и в случае со зрением и слухом, надо учиться развивать в отношении запахов и физических ощущений. Тепло, солнце, падающее на ладони, снег и так далее. Обретя визуальную, слуховую и прочую пространственности, вот такое, их нужно соединить. Для начала прочувствовать то, чем вы заняты. Будь то прогулка с ребенком, приготовление обеда, рыбалка. Прочувствуйте все составляющие этого занятия, а потом начинайте их складывать. Складывайте, как будто вы строите дом. Кирпичик к кирпичику. Постепенно вы достигнете огромных размеров, сопоставимых со вселенной. И в этот миг вы поймете, что вы это все. Вы все-все вас. И вы со всем. Вы станете большими. Ощутите великую гармонию этого состояния, обретете спокойствие и возвращаетесь. Учимся дышать. Правильное дыхание еще один из способов борьбы с психологическими проблемами. Но однее дело говорить, а совсем другое уметь дышать правильно. Современный человек это запыхавшийся человек. Он дышит часто поверхностно. Это дыхание страха. Так что придется признать, что мы разучились нормально и полноценно дышать. Дело в том, что в процессе дыхания участвуют несколько групп мышц. Это мышцы, находящиеся между ребрами. Грудное дыхание, мышцы верхнего плечевого пояса, ключичное дыхание и диафрагмальное дыхание. Как же научиться правильно дышать? С помощью упражнений. Для начала нужно понять, насколько полноценно вы дышите. Для этого надо выполнять упражнение по напряжению. Шаг 1. Сконцентрировавшись на задержании дыхания. Затем выполнить 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Убедитесь, что в плечах, грудной клетке, в области пресса нет мышечных блоков, препятствующих дыханию. Если таковые есть, проработайте. Следующий шаг. Научиться чувствовать свое дыхание. Стать дыханием. Для этого садимся поудобнее на стул. Спина должна быть ровной. Дышим и считаем до 10. Раз на вдохе, два на выдохе. Будьте здесь и сейчас. Отдавайтесь своему дыханию. В момент беспокойства или тревоги следует увеличивать длительность каждой из фаст дыхания. Вдох на 5 секунд, пауза 5 секунд, выдох на 5 секунд. Такое дыхание успокаивает, приводит в себя. Но долго дышать в таком темпе не надо. Для поднятия общего тонуса рекомендуется такое упражнение вдох-выдох-пауза. Длительность каждой из фаст те же 5 секунд. Для того, чтобы быстро прийти в себя и активировать внутренние силы, дышим так. Менее активный вдох 3 секунды, активный резкий выдох 6 секунд. Повторить 5-6 раз. Шестой шаг. Пригласите тревогу на чай. Какие чувства вы испытываете по отношению к собственным страхам и тревогам? Мы их боимся. Страх, помноженный на страх, захватывает нас полностью. Выжигает дотла. Тревога наполняет каждый день жизни. Не опоздаю ли я, не просплю ли я, не разболеюсь ли. Все эти тревоги, отслеживаемые появление тревоги, причем поймать надо тот момент, когда рождается даже не тревога как таковая, а только мысль о возможном появлении тревоги. То есть страх появления тревоги. Поскольку бороться с тревогой нужно уже на этом этапе, то этого как она вырастет и расправит плечи. Поймайте тот момент, когда вы только начинаете чувствовать дискомфорт. Осознайте страх возникновения тревоги и примите решение расстаться с тревогой еще до ее появления. Возьмите инициативу в свои руки. Пригласите тревогу в гости. Скажите тревоге. Привет. Это ты давно не виделись. Может чайку, и при этом ехидничайте, как только можете, от всего сердца. Если вы наберетесь наглости и пригласите тревогу на чай, она струсит. Только делайте это с юмором, как должно быть смешно от того, что как неспешно и стыдливо она ретируется. Если попить чайку с тревогой с первого раза не получится, а значит где-то была допущена ошибка и нужно попробовать снова. Но если самопомощь оказывается неэффективной, поможут живые сеансы психотерапии. Еще одна методика, рекомендованная Курпатовым для вашей победы над собственным страхом, заключается в том, чтобы представить, как этот страх сбылся. Заниматься этим можно только, если вы абсолютно здоровы. Например, вы боитесь сердечного приступа. Призывать и визуализировать его можно только предварительно убедившись, что реальных рисков нет. В этом случае страх надо осознать, убедить себя в том, что он абсурден и решиться пережить прямо сегодня 10 сердечных приступов. Искренне разочаровавшись, что приступ не случился, ведь вы и так его ждали. Ирония и смех – отличные инструменты в борьбе со страхом. Ого, я, кажется, опять боюсь того, что я упаду в обморок. Все решено, я падаю в обморок. Обморок ты где? Я жду. Седьмой шаг – соскочить с лезвия битвы. Следующую методику автор рекомендует использовать, обратившись к помощи психотерапевта. Впрочем, особо отважные могут применить ее и самостоятельно. У многих из нас есть застарелые такие проблемы или тупиковые ситуации. Это проблемы, которые не решаются годами, скидая нас изнутри. Например, брак, который давно перестал приносить радость. Или любовный треугольник, состоящий из вас, жены, которые давно угасли чувства и любовных. Разрешить эту ситуацию не получается, потому что развестись страшно. Непонятно, ведь что там после развода? А вдруг жена не даст видеться с детьми? А вдруг вы их травмируете и не справитесь с этим? А вдруг жизнь с любовницей окажется не такой уж прекрасной? И еще масса таких, а вдруг? Человеку свойственно бояться неизвестности. Ведь если бы мы знали, что за разводом последуют два счастливых брака, разве бы не разорвали отношения, которые исчерпали себя? Мы постоянно балансируем на лезвии бритвы, страхи перед неизвестными. Известное нас не радует. Лезвие ведь опасное и неприятное. Но мы не в силах от нее отказаться из-за страха перед неизвестными. Но мы никогда не обретем нового, если будем сопротивляться ему, сбежать от него, оттягивать его наступление. Без конца, оттягивая неизбежное, балансируя на лезвие бритвы, мы лишаем себя будущего, отказываемся от жизни в настоящем. Если наше настоящее болото, то и наше будущее ровно такое же болото. Ведь будущее рождается сегодня и полностью зависит от настоящего. Единственный правильный выход из опаспылившей ситуации – это спрыгнуть с лезвия бритвы. Например, указанная методика поможет справиться с болью. Если речь о периодических болях в животе, например, у женщин, или зубной боли, когда нет возможности прямо сейчас посетить стоматолога, то боль можно прогнать. Закройте глаза, сконцентрируйтесь на боли, визуализируйте ее, усильте до предела. Достигнув пика, она стихнет. Точно так же можно поступить и с душевными переживаниями. Отдайтесь им, жалейте себя, плачьте, переживайте душевную боль по полной. Если это получится, она отпустит вас, и вы сможете жить дальше. Восьмой шаг. Не можешь заменить ситуацию, изменя отношение к ней. Мы относимся к жизни так, как диктует наше внутреннее состояние. В психологии есть понятие проекция. В классическом понимании этого, это механизм психологической защиты, при использовании которого личность приписывает свои неприемлемые мысли, эмоции и желания окружающей среде. В широком смысле этот термин обозначает любое приписывание чего-либо своего другим людям или объектам. Вокруг себя мы видим то, что есть в нас сами. Поэтому для оптимиста мир добрый и радостный, а для пессимиста не веселый и мрачный. Сколько раз вы слышали фразу? Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Но как это сделать? Есть способы. Первый способ. Осознать, что проблема не ваша. Это не вы сами. Сделать это не так просто. Многие проблемы с нами годами. Избавиться от проблемы можно только размежевавшись с ними. Внутренне поверив и прочувствовав, что проблема это не вы сами. После примите несколько простых решений. Так жить нельзя. Я хочу и буду жить по-человечески, радуясь и любя. Второй способ. Отодвинуть проблемы. Чтобы избавиться от проблемы, уединитесь. Закройте глаза. Подумайте о ней или о них. Посочувствуйте себе. А теперь, вычленив все, что вас тревожит, постарайтесь отодвинуть это от себя. Так что между вами и проблемой возникло хоть какое-то расстояние. Представьте, что все эти проблемы, шерсть, пылинки и нитки, прилипшие к вашей одежде. И вы снимаете их одну за одной, снимаете и откладываете. Еще можно воспользоваться техникой плюс-минус. На одну ладонь сложите мысленно все хорошее, что у вас есть. А на другую все горести, беды и страхи. Если вы видите одновременно хорошее и плохое, значит вы находитесь в какой-то третьей точке. Смотрите на все свои богатства с позиции третьего. И это очень важно. С этой точки вы можете понять, что вы есть, зачем и ради чего стоит жить. И вот наконец теперь можно понять отношение к ситуации. Каждый раз, когда вы будете давать оценку той или иной ситуации, принимать решение, задумайтесь, о чем продиктована эта оценка и решение. Искреннее желание жить по-человечески или психологической проблемой. Третий способ. Представьте, что все позади. Если впереди вас ждет что-то неприятное, скажем, непростая встреча, судебное заседание, представьте, что все это позади. Какой стала жизнь? Чем вы занимаетесь? Что вы делаете дальше? Чувство, что наши ощущения жизни не переменились от того, что что-то пошло не так, как мы рассчитывали, или доставило нам больше неприятностей, чем хотелось бы, придаст вам уверенности и избавит от страха перед возможными трудностями. Четвертый способ. Написать мемуары. Письменно или мысленно. При этом важно чувствовать себя так, как будто прошло много-много лет. Рассматривать текущий момент в жизни как один из многих. Описать все, что было до текущего момента и то, чем все закончилось. Пятый способ. Почувствовать хрупкость бытия. Хороший способ изменить положительную сторону свое отношение к кому-либо из близких – это почувствовать хрупкость бытия. Представьте, что вы расстались с мужем или женой, больше его в вашей жизни нет. Поняв и почувствовать, что все не вечно, вы научитесь ценить то, что имеете. Девятый шаг. Как завершить незаконченные ситуации. Одна из простых примеров – парень и девушка начинают жить вместе. Через какое-то время отдельные участники ситуации начинают требовать определенности. Она хочет замуж. Родители и друзья также ждут развязки. Что произойдет? Пара либо расстанется, либо вступит в официальный брак. Оба сценария станут в данном случае развязкой, завершением ситуации. Если вы постоянно возвращаетесь в прошлое, переживая ту или иную ситуацию, эта ситуация осталась незавершенной. За много лет ситуация может прикрыться, то есть потерять свою остроту, сгладиться благодаря полумеру. Но не перестать быть незавершенным. А прошлое – это наша опора. Если же оно соткано из одних только незавершенных ситуаций и душевных клуб, наша опора будет неустойчивой, вязкой. Если мы примем свое прошлое, то окажемся свободны для будущего. Чтобы отпустить прошлое, нужно понять, принять и простить каждого из участников ситуации, в том числе себя самого. Но если незавершенной ситуации много, выберите самую важную. Прежде чем сделать выбор, поделите проблемы на группы. Жизненно важные, проблемы, решения которых можно отложить, проблемы, которые могут разрешиться без вашего участия, и проблемы, завершения которых от вас не зависит. Но прежде чем делать выбор, делить проблемы на жизненно важные и второстепенные, убедите, что вы полны сил. Чтобы набраться сил, ложитесь и не вставайте. Мысленно следите за всеми целями, которые начинают возникать. Захотелось встать и налить чаю, встать и покурить, взять книгу, поесть, отправиться готовить ужин, перевернуться на животных, лечь на бок. Гоните от себя эти мысли, продолжая лежать. Это называется отпустить своих зомби. Посудите сами, сил у вас нет, но у вас занимают мелкие и бесцельные дела. Вы фактически уподобляетесь зомби. То есть встаетесь и подчиняетесь этим странным и бессмысленным целям, как безвольный робот. Через некоторое время вы либо устанете, либо почувствуете небывалый прилив сил. Только ощутив второе дыхание, можно вставать. Итак, десятый шаг. Мы, то, что мы говорим, именно речь во многом ответственна за появление наших психологических проблем. Почему? Во-первых, мы используем язык для оправдания ошибок, объясняя, объяснение своих страхов. Если спросить человека, почему он боится, он приведет вескую причину, да еще не одну. А вот вопрос, зачем ты боишься, способен поставить в тупик. Казалось бы, просто слова. Почему и зачем. А какой разный эффект. Почему отыскивает причину. А причин может быть множество. Причем неизвестно, какая истина, а какая мнимая. В то время, как вопрос, зачем, пытается открыть смысл явлений. Суть событий или чувства, определить их целесообразность. И последнее, значительно сложнее, чем сидеть и просто выдумывать причину. И во-вторых, мы используем язык для вытеснения истинных чувств. Что скажет жена припозднившемуся мужу, вместо «я люблю тебя, а я соскучиваю». Она скажет, где ты был, почему так поздно, мог бы хотя бы позвонить, ты обо мне не думаешь. Как результат, проблемы взаимопонимания и, возможно, развод. В-третьих, мы используем язык для обесценивания истинных чувств. Требовать слова, значит, просить сделать что-то еще, кроме благодарности. Мы используем язык для подавления чувств. Язык снабжает нас бесконечным числом правил и требований. Надо, должен, обязан, всегда, никогда. Злоупотребляя императивами, мы прячемся за ними свои истинные чувства, отказываемся от них. Нужно отслеживать и удалять из своей речи эти жесткие требования. А вместо них использовать мягкие, условные, относительные и вероятностные формулировки. Заменим, должен, на «хорошо бы», если бы, было бы лучше, вы сделаете первый шаг на пути к отказу от требований. Примерно так же работают оценочные слова и фразы «плохо, из рук вам плохо». Оценка – это всегда граница, выходить за которую человек не намерен. Оценив ситуацию, он отказывается рассматривать ее во всей полноте. Мир таков, какой он есть, а кошмар и ужас – это наше душевное состояние, это наша оценка. Так что избегайте подобного рода проекции, а то скоро просто перестанете воспринимать реакцию. Немыслимо радоваться жизни и называть ее «катастрофой». Или то, или другое. Одиннадцатый шаг – сделать паузу. Умение сделать паузу оказывается уместным применительно не только к жизни в целом, но и к конкретным ситуациям. Важно сделать паузу не в действиях, а в мыслях. Наверное, каждый из нас оказывал ситуацию, когда не сразу нашелся, что ответить. Например, хамство в магазине или разборка со случайным прохожим, например. Прежде всего надо осознать, что вас провоцируют, втягивают в конфликт. Вот тут и нужно сделать паузу. Садайте себе вопрос. Кто я и чем владею? А владеете вы сознанием, силой воли, чувствами, определенными знаниями, опытом, способностью любить. Поддаться на провокацию – значит отказаться от всего этого. Ваш противник имеет на все это столько прав, сколько вы ему дадите. Если вы позволите на себя кричать, на вас будут кричать все, кому не лень. Если вы позволите другим играть на своих чувствах, они будут это делать. Но если вы этого не позволите, то у них ничего не получится. Действуйте, как решили, только ощутив внутреннюю силу, прилив сил. Полезно работать и с недавними провокациями, которые вам оказались втянуты. Отслеживайте провокации, анализируйте свою реакцию. В какой момент надо было взять паузу? Как бы вы повели себя и какой бы именно итог, если бы вы взяли паузу? Чем цена паузы в мыслях? Тем, что после этой паузы мы принимаем решения, часто противоположные тому, которые бы приняли на бегу. Пауза в мыслях – это своего рода гидроэлектростанция на реке, психологических процессов. Вода останавливается и отдает свою силу турбинам, которые превращают ее в энергию света, тепла. Воспользуйтесь этой энергией. И двенадцатый шаг – от решения к решимости. Станьте хозяином своей жизни, взойдите на свой трон, собейте себя воедино. Во-первых, мы должны опираться на свою сущность, на свою внутреннюю точку, на свой стержень. Во-вторых, мы должны обрести свое утраченное внутреннее единство. В-третьих, ощутить свою целостность. По мере взросления мы растеряли идентичность и, капитулировав, стали правильнее. Как вернуть утраченное? Научиться верить в себя, перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств. Во всем этом уже говорилось выше, и сейчас речь идет не более чем о последнем рывке. Осознайте трагичность своего положения. Насколько вы увязли в страхах тревога, нерешительности, уныния, бесконечных причитаний. Прочувствуйте, насколько глубоко это падение. Осознайте, как вы унижены и чего лишены в таком положении. Осознайте, что все зависит от вас. Вы должны быть царем и хозяином собственной жизни. Только вы сами ответственны за то, что происходит в вашей жизни. Совершите восхождение, зайдите на трон. Почувствуйте себя ответственным за собственную жизнь. Издайте свою первую кассу. Например, я буду здоров, и мне все равно, что думают об этом мои мнимые болезни. Все от головы. Меня зовут Андрей Колесников. Под видео вы найдете ссылку на данную электронную книгу. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok